Страстики пятый в Кировоградской области. Пока вся страна следит за битвой с хакерами, обсуждает киберугрозы 21 века, в одном из сел под Кропивницким развернулась борьба за землю. Старый и недобрый украинский конфликт. Причем в ход пошли все самые действенные методы века 20-го. От тетушек и крышей в силовых органах до политической поддержки на уровне одной из крупных парламентских партий. Почему опять в Украине процветает рейдерство и почему на стороне рейдеров выступили так называемые правоохранители, выяснили наши корреспонденты. Село Бережинка, фактически пригород Кропивницкого. Еще несколько месяцев назад тихий и комфортный. Теперь здесь очень неспокойно. С апреля сельхозпредприятия Нива 2010 не могут поделить местный фермер и внезапно объявившийся новый владелец. Фирма из Днепра. На кону солидный куш. 12 тысяч гектаров. В начале мая контору, где хранится вся документация, занимают охранники нового владельца. Людей агитируют, перезаключая с ними договоры на паи. Но местные становятся на сторону прежнего хозяина. Перекрывают трассу и требуют прогнать рейдеров. Начинается штурм конторы и стрельба. В результате трое раненых. Все охранники местного фермера. Шестерых стрелков задержала полиция. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». После этих событий контору берет под охрану спецбатальон нацполиции Святослав. А фермеры со всей области собираются на масштабный митинг в Кропивницком. Они требуют от власти и правоохранителей остановить рейдерский беспредел. На сегодня каждый нотариус имеет доступ к государственному реестру. Какое право он имеет вносить в установленные документы изменения без владельца. Это все, как говорится, они спеучастники этого злочинства. Они не имеют никакой ответственности. Месяц Бережинки держалась за тишье. Но жатва на носу. И неделю назад в село от имени нового хозяина снова приехали три десятка крепких ребят. Занять контору. По некоторым данным, все они представители охранной фирмы. Под контролем нардепу от Народного фронта Юрию Березе. Их остановили сначала местные жители, дальше полиция. Но суд одного за другим отпустил их под домашний арест. Тогда местный фермер позвал на помощь Донбасс. Бойцов батальона полиция также пыталась выдворить из села. Чем это закончилось, онлайн следила вся Украина. Донбассовцы заявили, пострадали около 20 бойцов. Все ветераны АТО. Под руку полиции попали и местные жители. Ответственность за эту операцию берет на себя главный полицейские области. Но диалога с селянами у него не получается. Селяне требуют от Кондрашенко написать заявление. Но тот быстро уходит. Люди прогоняют и других полицейских. Страсти не утихают и на следующий день. Послушайте, пощадимые земля наша. Мы у вас в руках. Мы вам не нужны. Мы нам жизнь, чтобы мы все равно все это нам умеете. Губернатора области, главного прокурора и полицейского. Всех в отставку. С такими требованиями сегодня прошел пикет в центре Кропивницкого. На него съехались сотни фермеров. Не пояснений, ни извинений. Мы считаем, что эти формирования бандитские должны быть расформированы. Конкретно. Специальный отдел полиции Кировоградской области. Эти люди должны быть уловлены и привлечены к уголовной ответственности. Никто не реагует сегодня на все вопросы. Бреженко наглядный припад. Не обошлось и без провокации. Активисты попытались лично передать резолюцию с требованиями губернатору Сергею Кузьменко. Резолюцию Кузьменко все-таки вручили. Получил ее и главный полицейский области Сергей Кондрашенко. Прокурор же Анатолий Коваленко к активистам так и не вышел. А участники пикета установили палатку. Говорят, будут стоять до увольнения первых лиц области. Ольга Иванченко, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности недели. Телеканал Интер. Кропивницкий. И уже сегодня активисты назвали имя того, кто командовал полицейской операцией в Кировоградской области. По их данным, это Роман Пицкив, замначальника одного из департаментов нацполиции. В 2014 году этот человек был кандидатом в депутаты от Народного фронта. Активисты также еще раз подтвердили информацию о том, что тетушками, которые участвовали в этом конфликте, управляет нардеп Юрий Береза. При этом в самом Народном фронте обсуждают вовсе не поведение своих депутатов, а грядущие выборы, в том числе и президентские.